ты готова работать отлично и я прошу тебя в энергоинформационном поле земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 1959 года воплощенного воплощенной на земле 1 2 3 отлично и идентифицирую юлию снимается все маски и голограммы защищая юлию и поднимаясь вместе с ней в комнату диагностики будь в ней 1 2 3 здесь хорошо мы приветствуем юлию интересуемся готова юлию диагностики доверили ли она нам свое биополе на период сеанса да она доверит отлично хорошо и я попрошу сейчас юлию разбиться на 7 фантомов 1 2 3 разби на 7 фантомов и проведи визуальный осмотр у нее спрут сидит на голове и по плечам идут еще пальцы и силам его намерения безболезненно для юлия снимает вас прута и отправляя его в клетку тюрьму 1 2 3 он забегал он суетится он не понял что это спрут замер в клетке 1 2 3 он вот так сказать как сердится и от него как из вот этих присосок как пар выходит какой-то серый это типа кипит наш разум возмущенный да да сейчас он замер понятно замер не будет мне мешать так спрут у нас есть сразу пишу его сюда список на утилизацию все поехали дальше гора у нас внизу какая-то черная гора давай сканер запустим потому что это будет закрываем собираем все тела вместе там много и я даю команду сканер начинает сканировать насчет 3 все тонкие тела все 7 тонких тел юлии находит всех интерферентов любые присадки любые чипы импланты конвекторы моментально от них выстраиваются каналы 1 2 3 сканер начинает работать находит все юлия подсвечивает изнутри своим светом все чужеродное не относящаяся к ее энергии моментально подсвечивается ярко красными маячками от них выстраиваются каналы и ответственный по каналам попадает в клетку тюрьму вот в красном теле у нее к рукам привязаны веревки и руки вот руки сами кисти они как белые и демон он как качается на этой веревке и ноги тоже белые от колен где демон час чается качели внизу он в ней еще сидит этот рук идут веревки не сдам пока мне на сканер работает или сканер работает вот сейчас он высветил его вот хорошо пусть отправляет его в клетку по каналу с качелями качели остались демон в клетке вот это я не пойму что это за мех какой-то клубок вот этот в ногах но это тоже демон считает цифру демона над головой 1 2 3 12 самый низкий за сегодняшний день я не пойму этот комок черт или это что-то другое и я даю команду этот комок выходит безболезненно из биополя юлии и отправляется в клетку тюрьму 1 2 3 какая-то низкая сущность сущность это демона как типа кошка демоняка это твое а домашнее животное я понятно знают их домашних животных уже ни одно уничтожили ты знаешь куда ты попал демон попал попал реально попал ты не видишь меня нет ты думаешь я тебе ничего не могу сделать да например отправить туда куда я вези львула отправил не произноси это имя просто так это имя я отправил энергии царя соломона на брелок лично я слышал эту историю она извини я не знал вот поэтому я прошу веди себя корректно и ничего с тобой не будет я понял хорошо тем кто у нас еще в теле у нас пруд демона это сущий сейчас подожди тогда переходим оранжевая поехали дальше раньше что-то установлено ответственный в клетке а ты ты от оранжевого клетка посмотри ответственно в желтом сидит не вышел пока не дошли до в общем желтая и оранжевая тела арахноид арахноид и он в клетке хорошо кто у нас там сидит еще не вытащили дальше демон ты чертом пришел я тебя сразу спрашиваю или ты сам пришел с этой сущи и один домашним животным я понял кто-то еще занимал пространство ну понятно я тебя понимаю хорошо дальше поехали из пруд и арахноид этого человека такие должны быть головные боли такой ток энергии просто сумасшедшие вот эта команда врагу не пожелаешь спрут демон сущ и арахноид а четыре канала у нас а вот это сущи она ее в руках держит у них один канал один канал хорошо значит это их пишут ним канал тогда три канала и так я объявляю сегодня программу если никто не будет не мешать все уйдут здоровыми назад сейчас будет производиться реверс энергии и мы будем от забирая отдавать вам всю черную энергию которые вы дали юли и забирать вас всю чистую энергию по каналам после этого я дам команду вытащить все из биополе юли и проведу проверку одним миллионом герц если кто-то не вытащит что-то из биополя после этой команды обманет меня обращаясь сейчас к спруту и обращаясь к арахноиду зная что они как они любят оставлять щупальцы и яйца в биополе если я что-то найду я сожгу все и ответственного по каналу я сожгу прям в клетке если вы хотите уйти здоровыми и целыми тогда слушайте мою команду и не обманывайте вы это поняли все поняли все поняли переходим к реверсу энергии и вибрации и я даю команду тонкой копии юли спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственны за чужеродную негативную патогенную низкой вибрационной энергии в ее биополе 1 2 3 начали выстраиваться каналы сущности каждый подходит к своему каналу я даю команду тонкой копии произвести отчуждение все чужеродные патогены низкой вибрационной энергии откат всех негативных программ негативных мыслей форм пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к юли энергии страха неуверенности энергии болезни все отдаем назад что она могла получить от них все возвращается к ним силевым потоки в 50 раз слышали у нас выстроился еще один канал вот так вот между спрутом и арахноидом но он не просто канал он такая спиральной и вот эта спираль она уходит сквозь комнату диагностики куда-то и я даю команду и по спирали притягивать тесну в комнату диагностики 123 силам его намерения да будет так атаки есть она это ума ноид замер в клетке 123 да хорошо любое воздействие моментально удар 100000 герц ему его клетка стоит под напряжением арешем 123 напряжение включено так спрут демон сущий арахноид это конечно ерунда тоже идет отдача серой серой и отдача энергии гуманоида усиливаем сто раз как наполняется вокруг него она собирается мерзостные сущности получается что он не сидел не остановил канал и пошел по своим делам они более развиты что там у нас круг находится да то круг который он установил или что он установил не вижу что он установил я вижу четко от эту спираль как от нее идет эта спираль гена находится и из нее выходит вместо каналом спираль идет к ним вот так вот не канала спираль и по спирали вот это энергия идет серая карахноиду демона сущие спруту идет идет караха там спруту и он как чавкает эти энергии какие-то собирает в себя всасывает значит они умеют совесть за столом где мы найдете у нас здесь и арахноид а кто это господи скажи мне паук паук снимается все маски и голограммы 1 2 3 арахноид а правильно но он же паук ну конечно я сейчас тупор вела это недоедание бывает хорошо знаешь а к нему идет такими лосками какими-то как его лапки вообще вот он установил в оранжевом теле в желтом сидел а в оранжевом становил какую-то конструкцию как такую палка такая потом она изгибается идет вниз это все у нее с левой стороны находится понятно чтобы типа она за не цеплялся и перелазил другое тело и там вот у нее он устанавливал кубатор вот эти лапки он их разбросал свои и вот ну знаешь как такие маленькие я знаю что не разброс и они сейчас вот возвращаются к нему все вообще все закончили уже хорошо и устанавливается фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса юлия забирает чистую светлую божественную энергию обратно пошла энергия божественная чисто 1 2 3 все что не похитили все что не изъяли до последней капли возвращает юлия себе обратно она хозяйка своей энергии возвращает все свое себе обратно от демона красная энергия и она наполняет эти руки и ноги места где не белые совершенно были как перетянутые 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 это демон перетянул руки да да он там качели повесил на руках руках ноги укрепил перетянулись туда энергии не поступали вот демон от и строитель качель я смотрю да строил светом понятно что устроился гуманоиды что возвращать синие синие энергия возвращает третий глаз усиливаем потоки от гуманоидов сто раз до последнего микрона все возвращается назад и значит эта спираль у него она тонкая если все каналы толстые вот эта спираль она тонкая так часто часто закручены такие лампочки есть как ты как телефон раньше трубка была помнишь с кабелем на телефонах перекрученным кабелем и такой только она прозрачна как лампочка понятно хорошо это его не спасет закончили сердце я даю команду спруту одному выйти вытащить все что наставил биополе вера наблюдая очереди будет вытаскивать много их сегодня ощущение что он открыли голову и вытаскивает оттуда это слизь да я вижу что такое зрелище на и присоски снимает по голове шея струта если ничего не забывай если что-то забудешь сгорит все руки плечи вот как он сидел держал и снял хорошо спрут в клетку пошел и я даю команду арахно иду выйти вытащить всего что он оставил его какая-то специальная как сумочка я на эту палку он ее как складывает его несколько раз и забирает и достает подар достаю себе складывает как кенгуру куда-то хорошо ничего не забывай арахнует обмана я здесь не терплю хорошо и демон приступай убирай все что ты оставил все развязывай до последней ниточки не разочаровывая меня с рук снимает развязывает лента что колени снимает нитки и какие-то колаты у него на ногах убирает все забрал тоже и у нас остался вот этот гуманоид я подхожу к нему активирована защита любое воздействие наказывается обратное воздействие в тысячу раз один два три и гуманоид размораживается может говорить что ты здесь делаешь кто ты и откуда ты сириус опять сириус ловец душ ловит сознание ловит сознание протяжу своей планеты нет или что я не пойму или ты вот как ведешь просто так этот паразитарный образ жизни продаю картинки сознания это что есть кто-то покупает такое это кино понятно а какая у вас валюта если ты продаешь энергия энергия то есть ты берешь энергию понятно как долго ты сидишь в этом теле когда ты зашел в это тело два года два года хорошо как долго сидел арахноид в этом теле 44 демон как долго ты был хорошо из пруд когда ты зашел 15 15 что лет вау нормально да понятно я уже понял них всегда когда слить они сидят больше десяти лет может хорошо я обращаюсь гуманоиду гуманоид что ты оставил в ее теле биополе что там еще осталось осталось трубцы запись я могу и сжечь все а почему ты это установил я же сказала я записываю ее жизнь хорошо так и вера просканирую сейчас ручным сканером плеяд тонкое тело юли и найди вот эти все присадки которые остались от гуманоида 1 2 3 тех проявляешь по чистоте она одинаково как у гуманоида энергия к энергии привязана во всех телах и я даю команду стоит синим теле но она идет через все тела понятно хорошо сейчас я даю команду силами его намерение все безболезненно все что установил гуманоид выходит из ее биополя 1 2 3 и зависает в воздухе перед ней все до последнего микрона все чужеродное что он установил гуманоид подсвечивается и выходит безболезненно из тонких тел юли зависая воздухе в общем она и установил в синем теле на синхронизировал со всеми телами чтобы более яркие картинки были хорошо и сейчас включается наш сканер на рассинхронизации всех присадок гуманоида 1 2 3 сканер начинает работать и рассинхронизирует все что установил гуманоид даже не яркие картинки яркие чувства чувства продает то есть то есть это кино они покупают не из-за картинок и чтобы прочувствовать то что чувствует она в повседневной жизни любовь радость запахи вкусы это все остается но это не получится она вышла все это хорошо мы можем энергетику забрать или воспоминания все что осталось в этих приборах что принадлежит является собственностью юлии его лучше уничтожить и хорошо открывается внизу портал в галактическое дро на счет 3 1 2 3 и все улетает галактическое дро на переработку чистейший первичный энергии 1 2 3 закрывая печатаю растворяя так хорошо давай тогда проведем сейчас энерго удар я подхожу к юлии энергии у него наверняка мало кладу и руки на плечи блокирую все каналы меняя поляра всех подключить чипов и датчиков и наношу удар с окружением 500 тысяч герц сжигая все каналы 1 2 3 удар все отключилось открывается порта в галактическое дро и все эти каналы улетают в галактическое дро до последнего микрона 1 2 3 закрывая печатая растворяя хорошо энерго удар мы сделали они все прошли проверку будем отпускать до вера хорошо демон ты готова ходить так готов хорошо я надеюсь мы поняли друг друга ты больше в это тело никогда не придешь на что я с этого момента я буду его проверять теперь регулярно если мне позвонит и скажет я буду через 15 минут там я не хочу тебя там больше видеть ну что в следующий раз я не буду дружелюбин к тебе как вы говорите понял не дурак хорошо надеюсь просто встречали друг и других поэтому и говорю хорошо открывается на внизу портал против часовой стрелки на частоте демона 1 2 3 и он берет сущий вместе с ней уходит на свою частоту забывая дорогу назад закрывая печатая растворяя только дурак будет связываться с соломоном согласен закрывая печатая растворяя и ставь огненной пентаграммы пошел хорошо спрут я обращаюсь тебе ты больше в это тело никогда не придешь ищи себе новое место если тебя второй раз обнаружу ты слышал что я сказал я не буду к тебе дружелюбен если ты этого не хочешь пожалуйста не приходи больше в это биополе ты это понял фурчит хрюкает знак согласен хорошо и открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута 1 2 3 и спрут уходит на свою частоту закрывая печатая растворяя и забирает все с собой он как медуза поднялся и ничего не кинул вылетел нет все забрал хорошо и арахно и ты готов уходить арахно и ты больше в это тело не приходишь ищи себе новое место ты это понял ты слышал хорошо и ничего тебе тогда не будет открывается наверху портал на частоте арахно и до 1 2 3 и арахно и ты ходит на свою частоту и забывая дорогу назад закрывая печатая растворяя хорошо и я делаю сейчас запрос к на к моему учителю устанавливается закрытый специальный канал никто не слышит наш разговор 1 2 3 и я обращаюсь к моему учителю волху прошу выйти его коротко на связь слушать тебя благодарю вас уважаемый волк посылаю вам энергию благодарность у нас сейчас гуманоид один-два 2 3 июля те кто то учит сириуса тоже торговец какими-то вещами как вы подскажете нам поступить с ним его заберут специальная служба благодарю вас уважаем и волк посылаю вам энергию благодарности примите пожалуйста и от просит хранить и рюсе вера хорошо и открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте гуманоида. 1, 2, 3. И гуманоид забирает все и выходит на свою частоту. 1, 2, 3. Готово. Его встретили? Да. Закрывай, опечатай, растворяй. Опасные сущности этих. Каких много развелось в последнее время. Сириуса. Этих паразитов. Хорошо, Вера. У нас клетки пустые? Пустые. Хорошо, переходим на частоту. Магическое воздействие, если таковое есть, оно сейчас проявляется. 1, 2, 3. Нет. Переходим на частоту неупокойной бесплотной души. 1, 2, 3. Чисто. Переходим на частоту бесплотной подселенцы. Тоже чисто. Переходим на частоту негативной эгрегоры, мешающей жизни, судьбе и здоровье физическому и энергетическому. У меня есть эгрегоры. Хорошо. И мы спрашиваем тонкую копию Юлии. Как она? А готова ли она расстаться с этими эгрегоры? Пусть посмотрит, какие она хочет отключить, с какими хочет расстаться. Мы можем ей помочь. Оставляет 1, 2. Хочет сбросить. Хорошо. И согласно воле я подхожу сейчас к Юлии, кладу руки на плечи и моей собственной энергией провожу отключение от негативных эгрегоров. Концентрирую удар. И мощнейшим ударом на счет 3 сжигаю, полностью отключая все негативные эгрегоры, негативно воздействующие на ее жизнь, здоровье и биополе. 1, 2, 3. Мощнейший удар. Готово. Отлично. Хорошо. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Эгрегоры улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, расстроя. Есть. И переходим на чистоту лярвы. Если такого есть, они проявляются. У нее на подошвах лярвы. Одна одной маленькая, она левая, получается, большая. Понятно. Сейчас посмотрю, подожди. Шея, затылок и позвоночник вот на этом месте сидит. Середина на шее, и вот выходит на затылок, и часть позвоночника занимает. И это ее собственная лярва. Переживание ее. Понятно. Давай сейчас сделаем реверс от лярвы положительной энергии, которую она забрала. Одновременно лярва забирает все негативное, что она дала ей. Два канала выстраиваются от лярвы. 1, 2, 3. Включаем. Пошел реверс энергии. Негатив выходит из Юлии. Позитив возвращается от лярвы назад в нее. Черная идет к лярве, и белая идет от лярвы. Энергия радости. Усиливаем все. В 50 раз. Готово. Отлично. Хорошо, Вера. И работаешь в защите. Открывается воронка против часовой стрелки. 1, 2, 3. Появляется твой высоковибрационный инструмент по работе с лярвами для удаления их. И приступай к работе. Работаешь в защите. Готово. Бросай воронку инструмент с лярвами. Пошел сброс. Все патогенные энергии уходят на дно галактики, где обнуляется до состояния первичной энергии. Закрывай, печатаю, растворяю. Есть. И из живота тонкой копии Юлии, два пальца ниже пупка, начинает разливаться резервная энергия жива. Белым цветом, по всем фантомам, закрывая все порты от внешних подключений. Заливаются пустоты, образовавшиеся от темных и патогенных энергий, сжигая энергии болезней земных и космических. Активирует гармонию свойства чакр. Если где-то осталась негативная энергия, то энергия проявит ее в виде темных пятен. 1, 2, 3. Пошел в свет. Да, готово. Хорошо. И открываем воронку против часовой стрелки. И бери высоковибрационный инструмент для удаления остаточных негативных энергий вибраций по биополю Юлии. И приступай к удалению. Знаешь, у нее вокруг вот этот негатив, который негативная энергия, он как уголь. Консистенции какой-то. Да ты что? Вот не просто как туман серый. Это очень старое должно быть. Черное, это всегда очень старое. Тяжело уходит? Усиливаем мощность высоковибрационного инструмента в 50 раз. До последнего микрона. Все остаточные энергии уходят. Засасывается. Высоковибрационный инструмент. Как рассыпается. Рожки. Готово. И утилизируя инструмент, вместе с защитой улетает в галактическое ядро на переработку чистейшей первичной энергии. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. По закону воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Юлия должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Она готова. Хорошо. Я говорю вслуха и тонкая копия. Пусть повторяет за мной. Я. Вызываю все соглашения, контракты, договоры, а также все то, что имеет мой энергетический отпечаток на этой временной линии. Всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Вышли договора? Да, вышли. Хорошо. Тонкую копию. Пусть проверит и выберет, какие ей нужны, а какие она хочет аннулировать. Юля. Обязательно просмотрите все. Ненужные вещи выкидывайте. Она выкидывает. У нее какой-то контракт рода, и она говорит, что мне не нужен контракт с моим родом. У меня и так есть контакт с ним. Абсолютно верно. Она убирает. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Внутренней власти, у моего суверенного я, я объявляю, что все эти соглашения... ...и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии. Есть. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро, и все контракты аннулированы. Улетает в галактическое ядро на переработку. Один, два, три. Готово. Хорошо. Закрываю, запечатаю, растворяю. Верно. И пусть повторяет за мной. Я беру ответственность за свою жизнь в свои руки. Я выражаю намерения своей души и личности, в реальностях, уровнях, плотностях, измерениях, воплощениях, временах и снах. Силами его намерения. Да, будет так. А так и есть. Прочитала она? Да. И выходит эмоциональный фантом Юлии. Один, два, три. И проецирует тебе все негативные программы, негативные мысли, формы, а также низкая вибрационная эмоциональная энергия злости. Раздражение вибрационное, ей же сгенерированное, проецируется на эмоциональном фантоме. Смотри, Юлия, она терпеливая очень. Конечно, но эмоциональная, воспламеняющаяся, если терпение окончается, намерение у нее очень хорошее, она прочитала, она засветилась вся. Как костер, только белая она, как пламя. Понимаешь, такие энергии в конце у нее такие неровные, да, сказать, не круглые. Вот, и сейчас от нее отделился вот этот тоже такой светлый вот этот вот, как сказать, фантом. Фантом? Да, и он вот внутри вот эти все энергии эмоциональные тоже вот в таком виде, как такое бесформенное что-то, как сказать, с острыми концами. Понятно. Спрашиваем тонкую копию Юлии. Как она поступит с этой энергией? Она хозяйка этой энергии? Может переконвертировать, а может произвести сброс? Сброс. Хорошо. И открывается воронка против часовой стрелки и производим сброс всей низкой вибрационной энергии эмоций и мыслей насчет 1, 2, 3. Пошел сброс. Брос пошел, и есть информация, что оно такое терпеливое оно стало с годами. Понятно, хорошо. Началось терпение. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Хорошо. Приходим к закачке энергии и подсоединяй тонкую копию Юлии кисточек. Потоки пошли по 380% каждый. Мощность потока усиливается. Энергии яркие пошли. Иногда бледные такие, у нее прям цвета насыщенные идут. Готово. Хорошо. Запускаем процесс активации, идентификации души. Значит, 3, 1, 2, 3. Пошел процесс. Синхронизируется энергия и вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. И мы закончили чистку Юлии. И сейчас у нас еще осталось 10 вопросов к куратору. Хорошо. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти в комнату диагностики куратора или учителя 1959 года, воплощенной на Земле. 1, 2, 3. Хорошо. Снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3. Приветствует нас. Мы приветствуем, уважаемый учитель или куратор? Вы куратор или учитель? Юлии? Я учитель. Учитель. Уважаемый учитель Юлии, представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам? Говорит, Лондон. Лондон. Красивое имя. Он говорит, что мое имя похоже по вибрации на имена, где есть буквы L и D. И ничего подходящего мне в голову не приходит. Я знаю. Сказать Лондон. Я знаю. Мы уже не раз встречали, когда кураторы говорят, что следующее слово по вибрации, которое к вам будет близко, по-моему, это такое-то, такое-то. Я понимаю. У вас, значит, такая вибрация. Никаких проблем. Как вам удобно. Уважаемый Лондон, мы сегодня проводили чистку вашей подопечной. Вытащили из нее гуманоида, арахноида, демона, династия Герцова из прута, который сидел в ней 15 лет. Вот. Сейчас Юлия полностью чистая, и она изъявила желание задать вопросы своему куратору или учителю. Это 10 вопросов. Вы не могли бы быть так любезны и ответить нам на эти вопросы? Я здесь именно для этого. Спасибо. И я благодарю вас, что вы освободили эту душу. Референт. Во благо. Хорошо. И, Лондон, первый вопрос. Переходим тогда. Какая я душа и откуда я? Скорее всего, она имеет в виду космическая или земная? Душа космическая. Тогда откуда она? С какого созвездия? Это что-то рядом с Марсом. Хорошо. Благодарим. Второй вопрос. Когда было мое предыдущее воплощение и какое оно было? На Земле? Она имела в виду предыдущее воплощение просто. Она не указала на Земле или где оно было до этого. Может, в космосе у нее было последнее. Если на Земле, тогда лучше о земной жизни расскажите. О последнем воплощении, конечно. Воплощение перед этим было созвездие Лебедь. На Земле было воплощение во времена рыцаря, он говорит. Понятно. Значит, она последнюю жизнь провела в созвездии Лебедь, а до этого она была на Земле только в средние века. Совершенно верно. Благодарю вас, уважаемый Лондон. Переходим к следующему вопросу. Выполняю ли я программу души? Да и нет. И да и нет. Ты можешь развиваться намного быстрее. Если она что-то изменит? Если будешь правильно владеть своими энергиями. Очень хороший ответ. Благодарю. Обравлять свои энергии. Куда энергия течет, то мы и получаем. Абсолютно верно, уважаемый Лондон. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Как научиться слышать своего ангела? Люди на Земле почему-то уверены, что они с ангелами общаются. Они с кураторами, учителями. Люди могут общаться с ангелами. Совершенно верно. И с архангелами, и с Абсолютом. Но она хочет услышать. Как научиться слышать своего ангела? Вот именно вопрос. Я не уверена, что у нее есть свой ангел. Если ты хочешь слышать ангела, нужно настроиться на ангельскую чистоту, прочистить этот канал. Это очень высокие вибрации. Это очень высокие вибрации. Кураторы и учителя, они ниже ангелов. И именно сегодня пришел я, как твой учитель. Не пришел куратор. Потому что тебя нужно направить. И здесь для этого я. Канал с ангелом. Если ты объяснишь, зачем, тогда я смогу больше ответить на этот вопрос. Благодарю вас за этот ответ. Я думаю, Юля знает, о чем идет речь. Хорошо. Следующий вопрос. Я просто имею в виду, хочет она научиться чему-то или канал с ангелом для защиты, или для чего это имеет значение? Здесь несколько вариантов. Юля, к сожалению, не раскрыла эту тему. Я полагаю, ей хотелось, на мой взгляд, не с ангелом общаться, потому что она не является ангельской душой. Она, безусловно, может ангелу посылать свою молитву, получать ответы, получать помощь, обращаться к архангелам. Но ей легче всего будет установить контакт с учителем или с куратором своим. Контакт установлен. В этом случае контакт установлен. Отлично. Вот это я хотел поправить, потому что все почему-то уверены на Земле, что все ангелы и ангелы приходят. И именно их охраняют. Но это такое небольшое заблуждение. Здесь надо расставлять все на свои места. Ангелы могут охранять. Потом они спрашивают, для чего канал. Чтоб я ответил больше и раскрыл суть. Но частота ангельская очень высока. И очень трудно с забитыми каналами пробить его. Войти тогда в эти энергии ангельские. Они очень высокие. Для этого нужно работать над собой. Это не очень легко. Это не все. Нужно правильно настроить канал. Иначе можно попасть в субстанции. Абсолютно верно. Конечно. В этом-то и вся ошибка. А чтобы туда устанавливать канал, надо сначала научиться защищать свое биополе. Вот мы у истоков опять. Вопросы. Благодарю вас, Лондон. Я перехожу туда к следующему. Пятому вопросу. На каком уровне находится мое высшее «Я»? Вернее, с какого уровня она пришла на Землю? На 12-м. Довольно высокий уровень. Абсолютно. Хорошо. Шестой вопрос. Сколько кармических узлов у меня? Сколько пройдено? Сколько осталось? Пять все пройдено. О, это второй человек из всех, наверное, которых мы чистили, которые прошли все кармические узлы. Очень приятно. Время развиваться и направлять энергию в правильное русло. Прислушайтесь к этому совету, Юлия. Седьмой вопрос. Есть ли у меня родовое проклятие и как избавиться от него? Ты удалила родовой контракт. Этого хватает. Сегодня? Да, сегодня. Да, хорошо. Она это имела в виду. Восьмой вопрос. Тут такая мистика. Тут вы должны, наверное, больше знать, чем я. Во сне я видела глаза, которые пристально смотрели не на меня, а в меня. Что хотел передать мне этот взгляд? Тебя тебя на демона видела? Которого мы убрали? Или это что-то другое? Он считывал твои энергии. А кто это был? Демон? Или это гуманоид был? Это космический. Это гуманоид был, понятно. Сегодня его приняла межгалактическая полиция. Это очень опасные сущности у нас появились здесь в Лондоне. Я не знаю, в курсе вы или нет. Сириус. Ловцы душ, ловцы воспоминаний. В общем, такие... Вы в курсе. Вы в курсе. Хорошо. Благодарю вас. Все. Значит, это был гуманоид. И теперь он уже, ей этот взгляд, никогда не придет. Потому что гуманоид отправится в тюрьму. Девятый вопрос. 05.05.1979 года я родила двойняшек. Первая дочка, как мне сказали врачи, умерла. Но документ о смерти не выдали. Она умерла или ее украли, и она жива? Я не могу ответить на этот вопрос. Понятно. Хорошо. Я не спрашиваю о мотивах, потому что вы учитель, вы лучше знаете. Переходим тогда к последнему вопросу. 18-го. Я хочу объяснить. Пожалуйста. Не потому что я не знаю, а потому что я не могу. Эта программа так должна была случиться. Этого достаточно. Если эта программа и так должна была случиться, то так и случилось. Все. Если это был сбой программы, это было бы намного хуже. Благодарю вас, Лондон. Последний вопрос. 18-го июля. Ну, тут она спрашивает не о себе. Она спрашивает не о своем муже. 18-го июля 2021 года будет 40 дней, как умер мой муж. Ее интересует, где его душа находится. Он был некрещеный. Душа ожидает совета. До 40 дней душа всегда ожидает совета. Это мы знаем. И беспокоить ушедших раньше года вообще не стоит. Они проходят свой путь. Или вы хотите добавить что-то? Вы можете встать. У нас есть, в принципе, это для нее важно. Я могу сейчас установить здесь монитор и пообщаться с ним? А вообще должно быть согласие, Юлия. Да, вы правы. Я не могу переходить эту черту. Поэтому я прошу прощения. Чуть не нарушил законы. Не лезть, куда не просят. Благодарю вас, уважаемый Лондон. У меня вопросов больше нет к вам. Хотели бы вы сейчас добавить что-то, Юлии? Был бы самый удобный момент. Вы можете любое пожелание ей оставить. Я хочу рассказать про энергии Юлии. Несмотря на то, что она космическая душа, у Юлии есть связь со стихиями Земли. И огонь и вода ее слушаются. Она может ими управлять. Она может с ними дружить. Значит, она может сама себя чистить этим огнем. Да, и работать с водой. Видеть через воду. Эти таланты надо развивать, безусловно, конечно. Сейчас самое лучшее время, когда все кармические узлы выполнены. Сейчас ей никто не будет мешать уже. Из интерферентов она может действительно развиваться. Я бы очень хотела, чтобы она обратила внимание. Мы обязательно это ей передадим. Возможно, она уже сегодня об этом услышит. Лондон, я благодарю вас сердечно. У нас есть такая традиция. Мы всем кураторам, всем учителям, которые приходят к нам, выполняем желания и дарим подарки. Я бы хотел спросить, что бы вам хотелось получить от нас? Мы это можем для вас материализовать. Любой образ, любые продукты, любые ягоды. Все, что вам хотелось. Все, что душе угодно. Вершина гор. Хорошо. Давай сейчас сделаем эту мыслеформу. Вершины гор. Заснеженные вершины горы появляются. Ты видишь долину, эти горы. Ветер. И еще сделаем горную речушку. Протекающие все эти птички летают, трава цветет. И горы начинаются. Вот эту картинку, эту визуализацию мы сейчас материализуем на счет 3. Один, два, три. Он хочет на пик горы, чтобы видеть обзор весь. Отлично. Хорошо. Тогда мы сделаем так. И с пика горы мы сделаем перспективу вниз. На счет 3, один, два, три. На самой вершине Джамалунгмы. Самая высокая гора на земле. Один, два, три. С шикарной панорамой на горы. Самая высокая гора. Потрясающе. Нам очень приятно, что мы доставили вам удовольствие. И от нас мы хотим вам преподнести еще маленький подарок. Давай сделаем маленькую корзиночку с нашими ягодами, самыми вкусными, которые есть на земле. Один, два, три. И передай эту... Сейчас сезон. Передай этот подарок от нас. Это просто самая чистая еда, которая у нас на земле осталась. Благодарю вас. Благодарю и мы вас, Лондон. И если вам нечего добавить, тогда мы будем прощаться с вами. Возвращать тонкую копию Юлии в тело. А если есть у Юлии вопросы, она может связаться со мной? Мы это и обязательно передадим. Для этого ей надо. Она имя ваше знает уже, поэтому она всегда сможет теперь это сделать, если она это умеет. Я буду ждать. Благодарим вас. Всего доброго. Прощаемся с вами на этом месте, уважаемый Лондон. Примите нашу энергию благодарности. Я благодарю вас. Принимаем. И прощаюсь с Юлией. Надеюсь ненадолго. Мы тоже надеемся ненадолго. Хорошо. Отлично. Хорошо. Все, Верочка, мы закончили. Будем возвращать Юлию в тонкое тело. Для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Юлии в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому внутреннему органу, к каждой клеточке, извиленке головного мозга. Идет стопроцентная синхронизация вибрации энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готова. И отключаемся от объекта и перемещаемся в комнату диагностики. Один, два, три. Я здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok